Всем привет! В этом видео мы распакуем вот такую посылочку от Мэйкапа. О, я хотела её тут распаковать, смотрю, она как-то корявенькая. На самом деле её тут надо распаковывать. Вот, мы распакуем эту посылочку от Мэйкапа. Мэйкап. Мы распакуем эту посылочку от Мэйкапа. Да, посмотрим, что я... Я уже даже не помню, что я заказала. Она неделю назад к нам пришла. Вот, наконец-то... Я свой ножик зелёненький нашла, который для распаковочки специально купила и постоянно не могла найти. В итоге я его нашла у мужа, на него накричала. Он говорит, я его нашёл в игрушках у Радемира. В общем, я не знаю, кто это Радемир у меня его забрал или муж у меня его забрал. Но, в общем-то, я его нашла, и он теперь со мной. Теперь я могу легко вот так вот распаковывать, не мучаясь, как я обычно, чем я там ключами открывала и самыми разными другими штуками. Вот. Значит, сейчас мы распакуем, увидим, что тут... Па-бам! Так. Ну, тут, как всегда, запакованная вот в такую вот, видите, бумажечку. Да, и теперь мы будем доставать счёт. Ну, на самом деле, тут, похоже, не сильно много. О, я вижу шампуньку. Вот. Это шампунь. Этот шампунь я использую. Он очень прикольный. Это для тех, кто красит хоть частично блонд волосы. Это для блондинок. И мне он очень-очень нравится. Что тут у него написано? В составе... В составе, короче, какой содиум лаурилсульфат, который вообще-то не должен здесь быть. Ну, вот, не досчиталась я раньше. Но мне он очень нравится. Он вроде бы как подходит для блондинок. Сделан в Германии. Да, и написано специальный шампунь Extra Blonde. То есть против утворения жёлтого. Ну, у меня тут уже есть жёлтый. Ну, у меня повымывалось вообще всё. Потому что я красилась уже перед Новым Годом. Да. Я красилась перед Новым Годом. Сейчас уже лето. Поэтому то, что у меня есть немного жёлтизны в волосах, это как-то всё вполне объяснимо. И тут никакой шампунь не поможет. Не знаю. Просто надо идти уже к Трикмахе. Вот. Конечно, большую часть занял этот шампунь. Хватает мне его. Вот это я покупаю. Вот я перед Новым Годом покрасилась. И вот у меня дочка ещё в блонд покрашена. И вот мы с ней вдвоём вот такую вот одну. Сначала я купила на пробу. Он продаётся в более маленьких упаковочках. Вот. Сейчас я покажу. Вот в таких вот он продаётся. В упаковочках ещё есть. И в такой. И сначала мы это очень быстро за неделю закончили. И шампунь стоит в два раза дороже, чем вот это вот маленькое. Шампунь в большой литр стоит в два раза дороже, да, чем вот эта маленькая. Соответственно, вот эту мы за неделю с ней закончили. То я купила вот этот литр. И вот получается где-то ориентировочно с Нового Года может быть чуть больше. Ну, в общем, на несколько месяцев нам его хватает вполне там 3-4 месяца. Где-то вот так вот идёт на двух человек. То есть одному, наверное, может и на год хватить. Единственное, что мне не нравится вот это очень тяжёлое переливать. То вот я хочу его начать переливать в какую-то ёмкость с дозатором. И я думаю, тогда нам его хватит ещё до Нового Года по-любому. Потому что с дозатором будет гораздо меньше. Так ты берёшь, а насколько буркнул, солький буркнул, ты чуть-чуть не нальёшь себе. А если это будет с дозатором, то один-два раза. И постепенно ты понимаешь, сколько тебе надо. Вот. Поэтому вот такой шампунь. Это я показывала, да, как шампунь. Но на самом деле это не шампунь. Это специальный кондиционер для сохранения цвета и кондиционер для окрашенных волос. Вот. Его мы пользуем гораздо меньше. И, в принципе, это третья упаковочка вот с того времени, как я беру. И большого, по-моему, его нет варианта. Вот он только такой. По крайней мере, я не находила большой вариант вот этого. И вот кондиционер я беру в таком. И у меня шло где-то... Ну, дочка просто, наверное, его не использует из-за этого. У нас так получается, потому что дочка там своим каким-то пользуется, а шампунем пользовалась. То у нас получалось ориентировочно где-то одна такая и три таких шампуня. Да, если вот так считать, как я смотрела приблизительно по весу, там как оно идёт, то я вот себе такую пропорцию где-то выработала. Ну, на самом деле, вот это вот я второй заказываю. Или третий? Нет, это я третий заказываю. Да, два таких я уже заказывала. Потом я заказала другой кондиционер. Он у меня в предыдущих распаковочках был. А сейчас я его принесу. Он мне не понравился. Сразу скажу и покажу вам его. А, или хотя что мне его показывать? Что мне его показывать? Когда я... Вот здесь я добавлю ссылочку на него, когда я распаковывала, да, вы увидите его. Мне он не понравился. Говорю однозначно. И сразу... И вот этот гораздо лучше. Вот. Это фирма... А, ну фирма это Сека. Вот это вот. Всем известная фирма. Ну, также я заказала маленькую упаковочку спонжиков. Потом, это я позже покажу, что я еще заказала. А, ну, зубная ниточка. Маленькая зубная паста. Для того, чтобы когда куда-то едешь, брать ее с собой и не тащить в большую. Вот. Детская зубная паста, акварелька. Попробуем бананчик. Тут такая интересная. Тут и фрути фирма, да. Детячая зубная паста. В общем, не помню, почему я остановила на ней свой выбор. Но мне самое главное еще, чтобы ребенку нравился вкус. И в то же время, чтобы он ее не нравился до такой степени, чтобы он ее хотел съесть. Вот. И еще одно вот такое вот средство. Улия для ясен. Очень интересно мне ее попробовать. Доктор Аюр, фирма. У меня десна кровоточат. И в отзывах было написано, что очень-очень помогает. Сейчас мы прочитаем, что тут. Целительное, целебное масло в комплексе с травяными экстрактами. Рекомендуется как профилактическое средство при воспалительных процессах десен. Ну, и там писали, что чуть ли вообще и налет даже нету потом и налета, ничего. Да, способ использования, да, втирать в десны 2-3 раза в день. Вот. 5 лет срок годности. Вообще, для масла это для меня странно. Кстати, где его хранить надо? Так, хранить, хранить. Что-то я не вижу. 5 лет. Ага, хранить от 5 до 25 градусов. Но учитывая, что у нас сейчас жара, то надо его хранить в холодильнике. Зимой можно хранить так. В общем, сейчас мы его намажем. Сейчас я вам скажу. У меня, слава богу, аллергии нет, поэтому я смело могу все пробовать. Любые гадости. А, кстати, вот я вспомню, почему я купила спонжики. Ой, вкус не очень приятный, я вам скажу только. Ну, может, кому-то такое нравится. Вот. По спонжикам я читала, что его гораздо лучше будет не пальцем втирать, а наносить на спонжики. Я не помнила, есть у нас или нету, потому что их дочка очень активно использует. Вот. Что на спонжик наносишь и накладываешь вот так вот. на зубы, ну, по типу, как капай. Да, поэтому сейчас, в общем, я на ваточку его... Ой, я уже много его нахлюпала столько. Сейчас попробую повтирать, а потом уже выключу видео и оставлю. Да, не буду разговаривать. Угу. А. Там что, у меня болит? Ну, такое. Ощущение, конечно, так себе. Он тут болит, я пальцем стукнула как-то, то ли ногтём. Ощущение такое себе. Ну, надо будет, конечно, несколько раз это сделать и потом рассказать вам уже отзывы и впечатления. В общем-то, это вся моя посылочка, да, сейчас я себе буду мастить капу из этого и попробую походить хотя бы 10 минут. Всё, всем пока-пока. И да, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...